Казахстан По бескрайним просторам нашей страны, словно корабли, по морю плыли караваны кочевников. Они приезжали с места на место в поясах лучших земель, а везде была только степь и степь. Нелегко приходилось предкам современных казахов. Много усилий нужно было приложить, чтобы создать на проросшей кустарникам сухой земле цветущие города и села. Но земля не осталась в долгу. Она раскрыла свои недра и подарила людям золото, нефть, уголь, цинк, железо и множество других сокровищ. Рос и разрастался Казахстан. Сегодня это прекрасная страна, которая является девятой в мире по площади, а населяет его всего 15 миллионов человек. Так что каждому жителю дышится здесь свободно и просторно. Казахстан – гостеприимное государство. В разные времена сюда приезжали люди из других стран. Кто-то ехал на заработки, кто-то спасался от голода, кому-то просто хотелось поселиться здесь. В итоге Казахстан стал многонациональным. Казахи, русские, украинцы, татары, узбеки, кыргызы и другие народы соединились в единый дружный народ. Неважно, на каком языке ты разговариваешь, важно, что любишь свою родину и заботишься о ней. Так же, как и жители, разнообразна и природа Казахстана. Здесь есть степи и горы, реки и озера, засушливые пустыни и моря. Мою страну омывают два моря – Аральское и Каспийское. Многие приезжают к нам отдыхать издалека. Климат в некоторых частях страны по-настоящему суров, а в некоторых очень мягкий. Настоящей гордостью Казахстана является Байконур – площадка, с которой отправляется в космос ракеты. А еще мы гордимся своими храбрыми предками, красивыми и немного грустными песнями Ахынов, прекрасной природой и, конечно же, своими известными земляками. Это писатели и поэты Мухтар Айвезух, Абай Хунанбаев, Джамул Джабаев, просветитель Шухан Валиханов, певица Роза Рымбаева, дважды герой Советского Союза, Талхат Бегельдинов и многие другие люди, которые знают не только Казахстан, но и за его пределами. Я люблю свою родину, Казахстан, и я буду любить его всегда. А любить – это значит приносить пользу, заботиться о своей родной стране, уважать ее прошлое и строить хорошее будущее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА